здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня видео отзыв и обзор на книгу гайдзин на службе митсубиси автор наял муртак пожалуйста помогайте распространять это видео делитесь им в социальных сетях оставляйте ссылки отправляйте это по ватсапу я вам буду за это очень благодарен выпуская новые видео перед тем как я начну этот обзор хочу затронуть немного истории и моей биографии в нулевых годах я очень сильно увлекался всем что связано с японией в том числе и учил японский язык два года учил с преподавателем и еще до этого времени три или четыре года самостоятельно и в конце 2011 года я сдал экзамен нихонгонорюкешкен пятый уровень я вам могу сейчас этот аттестат показать выглядит он вот таким вот образом и к нему прилагается дополнительный документ называется отчет о баллах так называемый score report где по где написано сколько я получил баллов за каждый из уровней экзаменов в 2014 году я подавала документы в министерство образования и науки японии для получения гранта на проведение научных исследований так называемый грант монбу гакусё сокращенным экст и я прошел с этими документами оформив эти документы меня пригласили в японское посольство для сдачи экзаменов по иностранным языкам по английскому и по японскому которые я завалил я не смог сдать эти экзамены хотя мне нужно было сдать по требованиями японского министерства нужно было сдать только хорошо на проходной балл сдать только английский язык поскольку я подавался на техническую специальность исследования в области эксклюзионного оборудования пищевых производств но к сожалению моего уровня английского языка оказалось недостаточным чтобы сдать этот экзамен в 2014 году также в августе я совершил двухнедельную поездку в японию отчет о которой вы можете посмотреть я оставлю ниже ссылку на плейлист а также на некоторые особо понравившиеся мне видео которые я записал одно из них это видео о трамвае в хиросиме и о проездном пасму я его положу вот здесь вы сможете его посмотреть нажав на эту ссылку на эту поездку я копил довольно долго порядка пяти или шести лет потихоньку откладывая зарплаты немного денег и все откладывая откладываю эту поездку но в начале в конце весны 2014 года один умный человек посоветовал мне все-таки съездить именно в четырнадцатом году в японию мы помним что случилось в четырнадцатом году что это с этот совет этого умного человека оказался правильным что осенью сразу после возвращения моего возвращения из японии доллар начал расти и на как привязанная к доллару тоже начала расти и соответственно если бы я не поехал четырнадцатом году то вряд ли это поездка бы состоялась до сих пор это коротко так о моем увлечении японии перейти перейти к обзору книги еще хочу затронуть такую тему как когда мы что-то очень что-то нравится например как мне нравилась япония она нравилась мне издали то есть по фильмам по музыке по каким-то телепередачам или каким-то обзорным видео когда кто-то снимает видео о японии показывая только парадную часть как в том анекдоте не стоит путать туризм и и вид на жительство и я искал какие-то еще дополнительную информацию чтобы мне как-то больше погрузиться в эту страну не уезжая туда я планировал ехать уехать на два года учить японский язык какое-то время и как узнать больше о стране найти какие-то книги или видеоролики людей о которой там жили таких таких же иностранцев как я и посмотреть на японии глазами и когда я прочитал книгу дайла муртага у меня сложилось такое в голове впечатление что вот это вот обожание японии скажем так желание туда уехать это больше от незнания от незнания того что какие процессы там происходит какие какое отношение к иностранцам со стороны японцев известные статистики что япония это очень однородная в расовом отношении страна то есть иностранцев там один или полтора процента это максимум и поэтому уезжать в японию и жить там работать вместе с японцами это нужно быть скажем так очень терпеливым человеком и переходим к обзору книги на ял муртаг гайди на службе в митсубиси японское чудо как он пишет в своей книге основано всего лишь на нескольких столпах первое это то что японцы работают по 10-12 часов в день то есть они могут уходить на работу в 6 утра когда еще темно а возвращаться домой в допустим 9 вечера когда уже темно и это не считается зазорным в японии даже есть такое понятие как хорошие это смерть от переработки когда человек настолько устает на работе что он его организм организм отказывает он умирает но при этом тут же на его место как как только его хоронит этого человека сразу на его место берут какого-то другого человека или из того же отдела переводят или находят какого-то стажера если он работал допустим этот человек на низовой позиции то есть это получается такой бесконечный конвейер людей как когда одни уходят другие приходят и так далее но при этом в японии не принято часто менять работу и практикуется пожизненный поп и практикуется пожизненный найм то есть если я прихожу работать в какую-то корпорацию например в митсубиси то рассматривается что предполагается что я там буду работать до самой пенсии но пенсии опять же в кавычках потому что в японии как не нет такого пенсионного обеспечения как пока есть еще у нас я говорю пока потому что неизвестно что будет через пять или десять лет может быть у нас пенсию оставят только для госслужащих и допустим работников железных дорог и военных и вот этот человек который приходит на службу в какую-либо компанию в японии если он подумает о том чтобы сменить работу или перейти допустим конкуренту а конкурентами митсубиси это допустим тошиба или hitachi или какая-то другая компания или тойота то соответственно его будут считать и в компании митсубиси предателем и в компании в которой он пришел тоже будут относиться с остороженностью потому что если человек поменял работу по мнению японцев то значит с ним что-то не так значит если он не смог ужиться на предыдущем месте работы то он не сможет ужиться и на новом месте работы такая такая особенность японского характера и японского менталитета и довольно много слов я уже сказал о книге и о даже даже не 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 подойдя к тому какие мои впечатления от этой книги я очень рад что я прочитал эту книгу и в голове как 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 бы это сказать сложился пазл и когда не хватало как будто не хватало какой-то детальки для того чтобы принять какое-то обоснованное решение стоит уезжать не стоит уезжать я знаю человека который уехал учить японский язык в 2011 году он уехал на два года он очень хотел этого мы общались с 2007 познакомились на на опять же на почве увлечения японии и он тогда учился на первом заканчивал первый курс исторического факультета место университета на каждой нашей встрече а также при общении там по bcq допустим он постоянно говорил что я хочу уехать я хочу уехать и он как-то убедил родители чтобы они проспонсировали его поездку в японию он уехал и через два года меньше чем через два года то есть он начал учиться с перед это в начале июля одиннадцатого года а уже где-то в апреле в конце апреля начале мая тринадцатого года я уже его его встретила в на школе я у него спросил что такое почему ты не остался он говорит что это очень сложно и я бы очень как я понял из-за его настроение он разочаровался а он планировал уехать в японию поступите там в университет найти там себе жену и так далее то есть у него были большие планы но съездив на два года он вернул он сдал японский на второй уровень и это все это практически свободное владение языком и куда второй уровень он позволяет работать в уже в японских компаниях уже претендовать на место допустим на самую нижнюю позицию в японских компаниях и и поступать в университеты он вернулся и он планировал уезжать в питер работать но я у него не спрашивал насколько он скажем так связь свяжет свою жизнь дальше с японии то есть он будет работать какой-то импортно-экспортной компании или будет заниматься переводами с японском и так далее то есть я не не вдавался в такие подробности я видел что человек очень расстроен намного то есть вот этот вот большой большой зазор между его между его чувствами до отъезда и его чувствами после возвращения это было скажем так если до отъезда это можно было по десятибальной шкале оценить как где-то восемь с половиной девять баллов обожание то если 5 это серединка то есть нейтральное отношение то он вернулся у него я мог оценить его скажем так восприятие японии как на на два с половиной три балла где-то в этом районе может даже ниже то есть насколько он побыв там насколько он изменил свое отношение и когда уже я прочитал вот эту когда я съездил в японию я увидел что отношения я ездил дикарем ну как это без без агентства то есть я был самостоятельным туристом я самостоятельно заказывал гостиницы на букинге я самостоятельно оплачивал я идти я идти я идти я только визу делал через турагентство приложив в броне гостиниц и авиабилетов потому что довольно таки тяжело самостоятельно через посольство сделать визу было в те годы они мне помогали и через за турагентство я приобретал же проездной g-air pass на железной дороге и когда я уже съездил я увидел бомжей которые спят на улице раздеты которые спят под 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 мостами потом я увидел вот этих сарариманов которые идут на на работу в начале седьмого утра нет даже не так около шести утра я выезжал тогда в тот день я ехал на фудзи и я вышел из гостиницы где-то без двадцати шесть утра и я видел как работники в костюмах человек 30 шли к метро в районе уэна и потом когда я уже вернулся вечером из сфудзи я приехал уже было темно я видел я пришли я приехал в гостиницу уже около 11 вечера я видел как эти люди идут обратно уже потрепанные уже запахом алкоголя галстук на бикрене так далее то есть они уже такие уставшие идут домой это это опять же наверно на 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 вело меня на мысль о том что то здесь не так все это парадная сторона японии которая нам показывается в фильмах которая папа показывается на рекламных туристических видео это совсем же не это не то же самое что жить там и я начал задавать себе вопрос а почему что не хватает что я еще не знаю где где мой пробел знаниях в той картине в которой я себе построил что-то что в этом не так и уже получается в четырнадцатом году я съездила в японию а эту книгу я купил не знаю две тысячи шестнадцатый семнадцатый вот вы примерно в эти годы но эта книга на навела на очень хорошую мысль на правильные скажем так на для меня для меня правильное рассуждение и помогла выстроить процесс мышления по поводу японии увидите всю подноготную всю подноготную японских корпораций что нельзя такие казалось быть для нас те кто живет в россии очень странные правила хотя кое-где они уже начинают появляться например правило что служащие японской корпорации при поступлении на работу сдает своему непосредственному начальнику он сдает план своего движения с работы домой и обратно каким транспортом он пользуется сколько времени он проводит в транспорте каким образом он дать до добирается до допустим если у него дом далеко от метро каким образом он добирается до метро на велосипеде на такси на на автобусе этот план он этот работник согласовывает своим менеджером и если менеджеру что-то не нравится то этот менеджер вносит изменения в план и потом а этот работник ездит в обязательном порядке только по этому утвержденному плану он не может менять произвольно свой маршрут если его допустим застукали за тем что он изменил свой маршрут то этот работник приносит извинения он обязан принести извинения и пообещать клятвенно заверить что такого больше не повторится а сейчас у нас давайте сразу сравнение с россией сейчас такая система введена в школах когда ребенок поступая в первый класс он сдает вместе с родителями они сдают рисуют схему как ребенок движется из дома в школу и сдает это эту схему учителю второй момент работы в японских корпорациях это человек обязан пользоваться в дома только той техникой которые производят корпорации при этом существуют комиссии которые ходят по домам а в японских корпорациях но практически все работники всем работникам снимается служебная квартира за счет корпорации либо каким-то образом происходит компенсация какой-то части аренды из специального фонда соответственно вот эта комиссия которая ходит по домам она проверяет какая техника установлена в доме у служащего корпорации если и разрешается разрешается взять технику чужой корпорации только в том случае если корпорация в которой работает сотрудник не производит такой бытовой техники ну например если корпорация не производит микроволновки то он может сотрудник купить микроволновку и поставить микроволновку другой корпорации но только той корпорации которая утверждена в во внутреннем регламенте корпорации в которой работает работник вот так все очень жестко все очень по-военному а третий момент это полная унификация тех костюмах в которых ходят работники если человек поступать на нижнюю должность то он обязан приобрести тот же самый костюм тот же самый марки того же самого цвета из того же самого материала в котором ходят сотрудники его ранга вот здесь хорошо сейчас есть возможность обсудить какие ранги есть в корпорации митсубиси я когда читал я себе сделал вот такие вот 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 такую пометку вот такую карточку чтобы не запутаться кто кому подчиняется когда найл муртаг пришел в корпорацию митсубиси то он стал муруто ти муруто это японское скажем так сокращение от фамилии муртага потому что они не могут произносить подряд несколько гласных поэтому они когда встречаются две гласных они заменяют вот этот слог на слог с буквы у то есть муртаг станет муруто а г вот это последнее они ее редуцируют то есть не произносят и вот он был муруто ти муруто ти это самый нижний член команды то есть ти от тим команда и вот этих в отделе вот этих те которые ти их большинство но я здесь не говорю еще есть еще более низший класс сотрудников это офис леди но это скорее обслуживающий персонал чем работники чем сотрудники которые работают над решением задач корпорации офис леди это те кто приносит чай кофе допустим обеспечивает офис концентрациями принадлежностями и так далее они считаются за низший сорт в корпорации далее его он он очень быстро начал расти скорее всего я это связываю с тем не помню говорил ли автор в книге о причинах роста я это связываю скорее всего с тем что он был достаточно компетентным сотрудником и работоспособным сотрудником соблюдал внутренние требования корпорации не спорил с коллегами не спорил с начальством и так далее то есть был таким средним работником усердным и так далее и через некоторое время его делают повышают и дают ему в подчинении двух или трех человек то есть как получается он был ти над ним был си то есть и это как бы младший менеджер он стал мруто си он работает дальше в корпорации и через какое-то время он ему предлагают подать документы на повышение чтобы он стал не си аки с аки с это следующая ступень ну например это средний менеджер был младший менеджер у которого в подчинении три человека кудрихте тему а он становится средним менеджером ки с ки с у которого в подчинении несколько менеджеров младших то есть которые имеют приставку си а у этих младших менеджеров подчинение члены команды ти и он работает какое-то время в этой позиции и ему его начальник который был в должности g r то есть g r это руководитель группы но в группе может быть по-разному людей может быть от 4 до 15 человек очень большая иерархия то есть я когда читал я вначале запутался кто кому подчиняется поэтому сделал себе вот такую схему и и сверялся с ней когда читал и кроме этого есть такие есть еще менеджеры с приставкой м я не очень понял в какой в каком месте они находятся по отношению к перечисленным и когда найлу автору книги предлагают написать еще раз анкету на повышение он удивляется он спрашивает он тогда занимал должность киэс и он спрашивает у своего начальника то есть у сотрудника с приставкой g r он спрашивает а стоит мне вообще писать он говорит да стоит но особо ни на что не рассчитывай и он пишет эту анкету этот g r проверяет эту анкету и отправляет ее в отдел где занимаются повышениями через некоторое время составит его вызывают на комитет что-то похожее ну скорее всего для меня это на самое 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 которое я могу с чем-то сравнить это асессмент центр процесс ман центр я рассказал видео можете посмотреть вот по ссылке здесь я ездил на сэсмент центр компании марс и и вот он этот автор книги он проходит вот такой что 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 что-то похожее на асессмент центр когда его спрашивают когда собираются уровни чтобы его сделать и руководителем группы то приглашают и те кто ти и те кто си и те кто киэс как он настоящий момент и также был представитель би би это менеджер департамента то есть это еще более высокая должность чем джиар самый высокий самый высокий чин который описывается в книге это с приставкой эйдж но как я понимаю из поскольку японцы как благоговеют перед американцами и стараются у них перенять что-то то скорее всего эйдж это сокращение от хэд то есть глава вот этот вот эйдж он приехал его звали камон в книге камон эйдж он приехал из главного офиса компании митсубиси этом как для меня я я я я для себя переводил на понятный мне язык это скорее всего ну как я понял это скорее всего может быть вице-президент либо кто-то близкий к этой должности и вот этот эйдж хэд глава он появляется в книге может быть два или три раза один раз в карикатурном изображении что собирается какое-то совещание по вопросам но обсуждают какой-то проект проект и присутствует эйдж на этом заседании и показывается так такую карикатурные немного преувеличены автором нового может быть не преувеличена и но изображение что когда он начинает говорить ведущий в ведущее собрание говорит сейчас будет говорить камон-эйдж и автор описывает вот сейчас четыре секретарши взяли ручки перьевые и будут внимательно записывать идеи комон эйдж а начинает говорить комон эйдж а пустота то есть его речи пустота то есть какая то мотивация какая-то недалекая перспектива и то есть понятно что ничего не сказал то есть во многих словах не сказать ничего вот так так такое впечатление дает о вот этом edge вот эту главе дает автор книги следующая особенность работы в корпорациях это каждый работник обязан после завершения основного рабочего дня который обычно заканчивается или в 17.00 или 18.00 но зависит от подразделения и корпорации и он обязан оставаться еще минимум на полчаса дополнительного времени как бы за свой счет который не оплачивается уходить раньше а особенно уходить раньше чем твой начальник это считается неправильным то есть все сидят и ждут пока более высшестоящий глава уйдет с работы только тогда более ниже стоящий глава может более ниже стоящий работник даже если он является младшим менеджером или менеджером как я выше рассказывал тоже может уйти с работы далее и про увольнение я уже выше говорил об этом что увольнение не приветствуются и что для японских корпораций наверное намного более выгодны это мое мнение не не мнение автор книги это мои мнение нам именно нам на многу более выгодно наверно чтобы человек умер от хорошие или допустим бросился под поезд где-нибудь в метро или на рельс disco это для корпорации более выгодно чем увольнение работника и при 될 Увольнение работника обязательно нужно несколько раз в своем письме на увольнение подчеркнуть, опять же разными словами, с использованием кейго, это уважительно японский, подчеркнуть, что компания и сотрудники компании, коллеги, подчиненные не имеют никаких отношений к тому, что человек уходит из компании. Что ни коллеги, ни компания никаким образом не повлияли на принятие решения об уходе, что это личное решение работника. Таким образом они отгораживаются от того, чтобы увидеть те проблемы, которые есть в корпорации и перекладывают эти проблемы на конкретных работников. Вот так. То есть это такая сборная солянка, то, что я хотел сказать о Японии, о этой книге, о том, о своем пути в Японию и как я отказался от того, чтобы туда переезжать и жить там. Довольно получилось огромное видео, как я считаю. Ну, какая книга, какие воспоминания, такое видео, я так считаю. И если вы хотите получать уведомления о новых видео, то подписывайтесь, ставьте колокольчик. Следующее видео обязательно последует через какое-то время и вы получите уведомления. Также вот здесь я положу плашку на одно из предыдущих видео с обзором книг. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok